Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro. Игра на FK Arena. И в этом выпуске я расскажу вам о таком интересном предстоящем событии, как Битва Крови. Сейчас событие доступно на тестовом сервере, но уже 17 числа стартует и на основных серверах. Правила здесь немножечко изменились. В рамках этого выпуска я расскажу вам о том, какие призы можно обменять в специальном магазине Воинская Слава. И сколько эмблемочек для обмена мы можем получить в рамках события Битва Крови. Кстати, друзья, анонсировали уже нового пространственного персонажа Мерлина. И завтра можно будет его уже даже посмотреть. Видео, конечно же, я выложу обязательно. Посмотрим, потестим этого злодея. Но пока Битва Крови. Что здесь за схема-то такая новая? Во-первых, разработчики довели до ума Битву Крови тем, что не нужно больше ждать какие-то выборы, махинации проводить. Случайным образом падают карты. Но, как правило, если честно вам скажу, падают они совсем уж не случайным образом. Потому что бывают такие наборы, когда падает вся топовая верхушка, самые элитные карты. И бывает такое, что падает дно, и ты такой думаешь, ну что ж там с них сделать. То есть явно они случайно не упали. Но, тем не менее, завершаем бои, получаем всякие разные плюшечки, ништячки. Есть вот такая фишка с заданиями, то есть ежедневные задания. Выполняем, получаем 150 вот таких вот доблестная пунья, вот, щитов. Есть задания на все время события, которые также можем выполнить и получить 800 щитов в общей сложности. Зачем это нам нужно, эти самые какие-то щиты и так далее? Вот есть такая тема Путь Война. За получение щитов мы будем продвигаться по рейтингу. Вот смотрите, 200 щитов получил вчера, сегодня будем получать еще и, соответственно, открывать новые позиции. Предлагают нам здесь задонатить немножечко, дабы открыть дополнительные позиции и иметь преимущество перед обычными игроками. Но в целом, даже если не донатить, то есть фри-то-плей игрок может открыть до 540 вот таких вот звериных медальонов. Общий рейтинг составит 2600. Но тоже интересный момент, по соточке, по соточке идет, потом 2500, а мы-то можем набрать 2600, но нет, в Рязану 2600 нет, а затем идет разрыв уже, шаг в 200. Ну да, не беда. В принципе, нас интересует только 540 звериных медальонов, и на что мы их можем потратить, расскажу вам чуть-чуть попозже. Кстати, друзья, есть у нас свой сайт с гайдами и другой полезной информацией, а также группы в соцсетях. Ссылочки на которые будут в прикрепленном комедии и в описании к этому видео. Так, начинается бой. Здесь мы можем посмотреть, что упало противнику. Скажу сразу, в принципе, нам упали хорошие герои, от нас требуется лишь правильно их расположить. Ну, давайте попробуем что-нибудь придумать. Так, 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 ну давайте сделаем еще, знаете, что давайте вот этого поставим злодея. Готово, так. Прям вот как удачно, прям удачненько прям сложилось. Вот, собралось. Сделаем еще вот так вот, и давайте сделаем еще вот так вот, да, ну согласитесь, будет прикольно. А еще, а еще сделаем вот так вот. Ну, чтобы было весело, не только прикольно, но еще и весело. Хотя, в принципе, пятым героем можно было бы поставить и Дезиру. Готово. Дезиру или даже Розалину. Для усиления нашего Айнза. Малайзия Дрэгон против АФС. Так, сразу начинает нахлобучивать, так оптом, оптом отгружает, смотрите. Да не может такого быть, Айнз даже ни разу не пукнул. Блин, так рассчитывал на него. Ну, ничего, укунчик, укунчик, он вообще молодец. Вот. Китайская подделка, да, бля, нагибает всех. Так, ваш текущий рейтинг на сервере 30. Вы получите одну попытку помощи после расчета ежедневного рейтинга. Чуть-чуть попозже об этих попытках помощи. Ну, вот по поводу нашего рейтинга по урону. Казалось бы, да, кто нанес больше всех урона? Как так может быть? Ну, Джокер, в принципе, хорошо используется даже в компании. Вот сейчас использую его в основном даже составе. Вот, в некоторых пачках. Ну, в основном пачка вместе с Гвинет. Хорошо катает, прям в паре, отлично. Что-то долго подбор идёт. Сейчас кого-то поставят. Имбасика какого-то. Так, давайте посмотрим, что там упало. Ну, конечно, да-да-да, именно так всё и было. Просто берёшь, ставишь верхнюю пятёрку и победил. Ну, да, такое бывает иногда, согласен. Но мы всё-таки не будем сдаваться раньше времени. Попробуем тоже победить. Сделаем вот так вот. Ну, да, ну, да. Эх. А так хотелось победить. Ну, давайте возьмём ещё... Так, ну, Аталью, кого же он там поставит? Давайте подумаем. Так, ну, он Фару поставит. Не Фару, Ферчика, Ферчика поставит. Давайте вот так сделаем ещё, готово. Ну, да-да-да, злодей знает, кого ставить. И, пожалуй, ещё поставим вурка. Да, попробуем их нагнуть при помощи крысёныша. А вдруг прокатит. Ну, что-то подсказывает мне, что не прокатит. Так, Малайзия Дрэгон против Малайзия Элит. Ну, Элит там был прям очень сильный Элит, поэтому чё-то тут как-то непонятно. А вот сейчас чё-то я не понимаю, что происходит. Как можно было проиграть? С такой-то пачкой! Я вообще не понимаю. Блин, поставил самых крутых героев, да? Ну, Пипу, конечно, взял. Ну, такой рискованный, как бы, манёвр. Для неё всё-таки команда нужна. Блин, проиграл вообще. Я офигею! Вот это Малайзия Элит, блин! Ну, сразу видно, шарабан какой-то был. Вздёрнули его. Так, есть вот такая вот тема, как задание. Для выполнения всех ежедневных заданий нам необходимо, как минимум, один раз одержать победу. И завершить три битвы. Завершили уже две битвы, поэтому давайте ещё одну добьём. Посмотрим, как здесь будут эти дела. Так, тоже какой-то крутой мэн. Чё у него там упало? Да, тоже хорошо, хорошо упало. Так, ну, своё оправдание скажу, что нам тоже упали хорошие герои. И здесь действительно будет очень интересный бой. Пожалуй, пожалуй, сделаем вот так вот. Любителя попить пенного. Ну, кваса, конечно же. Квас он пьёт. Это не то, что вы могли подумать сразу. Это исключительно квас. Так, сделаем ещё. И пожалуй, пожалуй. Блин, все такие интересные комбинации получаются. Блин, и этого хочу поставить и того. Ну, ладно, блин, как бы так. Давайте всё-таки вот этого поставим, злодея. А вдруг он доживёт до уйты? А вдруг? Анус Валдигус какой-то. Короче, любитель зайти с чёрного входа. Как-то так, наверное, переводится. Так, Принц Перси. Ну, что-то Принц Перси. Ну, нормально. В принципе, смотрите, хорошая выживаемость. Я думал, его сейчас прессанут. Блин, по любасу нужно взять этого героя. Ну, очень уж он имбовый. Да, по урону вроде немного, да, на него, согласитесь? Ну, молодец. Хорошо, хорошо сыграл. Станковал. Шесть с половиной юлямов. Больше, чем Мезот. Принял на грудь и, тем не менее, остался жив. Молодец, хороший герой. Я его по любасу буду брать на все свои аккаунты. И выкачивать. Ну, насчет прям выкачивать сразу. Это не так-то просто, потому что ресурсы нужны. Ну, потихоньку насобираем. Так, вот собираем здесь эти системы. Вызовы плюс. Собираем и смотрим, сколько мы уже чего получили. И куда же мы потратим эти самые эмблемки. Плюс помощь. Честно сказать, я вот в этой помощи не совсем разобрался. Сказано, что за один день можно получить не более трех медалей силы. Что дают медали силы, непонятно. И написано, что за все время, за все время события, не более шести. Что за медали силы, как-то вот не совсем понял. Одному товарищу помощь оказал. Провел запросы, но пока еще не закинули мне ни одну из полученных вариантов помощи. Поэтому точно сказать не могу, что это и для чего оно, как оно используется. Может наши герои просто станут сильнее тогда, когда мы вступим в бой. Может это вообще какой-то расходный предмет. Пока непонятно. Так, сундук с сокровищами. Есть еще вот такая вот тема рейтинговая. В чем прикол? Короче, через определенное время, в данном случае через неделю, игрок в нашей гильдии, который займет наибольший рейтинг по силе здесь с первого места и так далее, получит право на сундук. В сундучке будет, смотрите, 28 тысяч пыльцы. Плохо то, что пыльца будет распределена между всеми участниками гильдии. То есть на 70 человек будет делиться. И в итоге всем по кусочку. 2800 делим на 7. Так это примерно упадет по 400, да? По 4000. По 4000 пыльцы. Ну, в целом прикольно. В целом прикольно. Но что-то я тут не то насчитал. 2800 делим на 7. Ну да, получается по 400. Не по 4000, а по 400 пыльцы. Ну, как бы да, не сильно много. На мой взгляд, могли бы сделать не 21 тысячу, а 210 хотя бы. А то и лям. Чтоб уж точно хватило, потому что на уровень нужно по 30 тысяч пыльцы. И как бы 400 вообще ни о чем. Ну, заходим в путь война. Что у нас здесь есть? Давайте все соберем. 120 уже собрали. Максимум, как я сказал, 540. Можно за все события получить, выполняя каждый день ежедневочку. И затем уже добивая в конце. Можно даже добить события. Основные. Так, 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 так. Основные призы. Так, переходим в наш магазин. Воинская слава. Что здесь есть за призы? Как они открываются? Вот, к примеру, приз красный сундучок с эмблемами. Он откроется после получения хотя бы одного героя мифического ранга. То есть красная рамочка должна быть хотя бы у одного персонажа. Также есть другие призы, которые будут открываться по мере прохождения. Карты компании. То есть у вас может быть неполный список этих самых призов. Но среди всех призов. Какой наиболее актуальный? Так мы это назовем. Начнем, пожалуй, с самого верха. Это, конечно же, красные эмблемы. В целом они относительно дешевенькими. Получится. И можно их обменять. В случае, если вы не собираетесь выкупать никакого героя. Из дополнительной фракции. Среди таковых хочется отметить персонажей. Мегиру. Мортаса. И близнецов. Ортрус. Ну, как бы, во-первых, мы его можем купить из магазина. Раз. И второе. Ну, вот, игроки, у которых он есть. Ну, не то, чтобы его прям хайят. Нет. Он совсем уж специфический. Мало используется как ключевой герой. То есть просто хороший танк. Так мы это назовем. Нет ничего там сверхъестественного. Типа поставили героя в пачку. И все. И прям прошли все этапы. Нет, к сожалению. Такой темы у этого персонажа нет. А вот близнецы Мегира, Мортас дают возможность играть даже с одной копией. Даже так. Ну, близнецы, конечно, могут и упасть с одной копией. А вот Мортас или Мегира вполне достаточно одной копии, чтобы получить большой потенциал для нашей команды. Вот сам Мегиру до сих пор использую с одной копией. И ни в чем не вижу как таковой нужды. Да, докачать ее, конечно, нужно. Но пока что нет такой возможности. Так, тут разобрались. То есть берем красные эмблемки. Либо одного из этих троих персонажей. Вариант выбора остальных героев. Честно сказать, я вообще не рассматриваю. Потому что их можно выбить и через гарант. Можно получить просто из призыва. А того же укуна можно получить из магазина. Поэтому смысла их обменивать нет. Ну и в конце концов 24 килобайта золота. Это прям смешно. Вот. Как-то раз на тестовом сервере, кстати, на этом. Забыл потратить вот такие всякие эмблемы на закупку в этом магазине. Смотрю, мне на почту пришло много золота. Думаю, откуда? А потом смотрю, думаю, ай-яй-яй, как же так? Поэтому смотрите внимательно. Не упустите момент по обмену к этому всему добру. Потому что выпадают медальончики. Эти звериные медальончики можно получить в течение 12 дней. А магазин будет работать в течение 14 дней. Вот такая вот хитрая схема здесь есть. Ну что ж, друзья. На этом пока все. Понравилось видео? Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Будут вопросы? Пишите в комментариях и в наших соцсетях. Ссылочки на которые в прикрепленном комминсе и в описании к этому видео. Пока-пока. И до встречи в новых выпусках.